Еще раз здравствуйте, меня зовут Светлана Васильевна, я старая аниматор, с опытом работы. Еще когда первые самые конкурсы выходили на двор играть в 2010 году, объявлялись, мы в них участвовали, успешно участвовали. И пару-тройку лет мы этими проектами занимались, а потом мы просто вообще ввели их в качестве предмета специального образования по направлению психолого-педагогическое образование. И студенты у нас учились это делать, пробовали это делать и использовали в своей работе в дальнейшем. Потому что это важная вещь, которую, наверное, каждый педагог-психолог должен иметь делать. Тем более, что мы готовим еще и вожатых, без этого там вообще никак. Но сегодня давайте посмотрим не только разные прикладные аспекты, как этим заниматься и с кем и как этим заниматься, но и вообще идея социокультурной анимации, что это такое, как зародилось и для чего. На мой взгляд, в последнее время немножко идет уклон в такое, в просто чисто развлекательное какое-то представление, благодаря которому дети и взрослые заняты. Хотя на самом деле изначальная идея социокультурная анимация, она немножко глубже, шире. И давайте мы немножко про это с вами поговорим. Потому что, может быть, у вас какие-то идеи появятся новые для развития и вашего, и ваших проектов. И вы вдруг предложите то, что раньше не предлагали, и сами уделитесь себе, своим возможностям, и получите что-то новое, интересное. Ну вот, четыре части я выделила в нашей с вами сегодня встрече, небольшие части. Первая, это мы с вами поговорим, а что такое социокультурная анимация, и каким образом изначально она задумывалась исторически, и во что она превратилась на сегодняшний день. Поэтому давайте сначала мы с вами немножко пообщаемся, потому что вы люди все в деле. И каким образом вы представляете, что такое социокультурная анимация, и зачем она, вот это, наверное, важный момент для того, чтобы дальше мы с вами разговаривали на общем языке. Как вы считаете, что такое социокультурная анимация, и зачем она? Лена, начните. У вас это привычная ситуация. Лена, как думаете? Вот тут же не занятие такое предметное, да? Вот что вы про это думаете? Камеру не бойтесь, вас там никто не снимает, снимается только вот экраны, в ближайшие слова, в презентации. Это будет для людей, которые у нас в области, возможность посмотреть уже этот семинар. Поэтому не бойтесь, не стесняйтесь. Объединить детей, людьми, подростков с целью культурно провести время, научить их культурно проводить свои досуги. Хорошая версия. Дальше. Капель, вы зачем этим занимаетесь? На анимацию только детей и родителей. Детей и родителей. Вы включаете и тех, и других. Во внеурочное время. Во внеурочное время. Каникулярно. Так, а вы зачем этим занимаетесь? Ну, я занимаюсь социо-культурной анимацией, это как влечение разных социальных групп граждан в взаимодействии через... Которые программы вообще лучше? Сколько это, а не так, амбинационные программы? То есть взаимодействие, анимационные. Может быть, это вы программы, может быть, какие-то команды, да, познавательные, спортивные мероприятия. То есть вот весь этот комплекс и мероприятий. Зачем? А зачем с разными целями? Целями сплочения, командности, взаимодействия, социализация, групповых вещей. То есть, в принципе, вот это есть вещей. Ну, и для меня, например, важно, когда, конечно, для меня важно, когда люди не сидят по домам в углах, а начинают взаимодействовать, с собой, коммуникацировать, выходить, что-то с удовольствием могло. То есть, не важно, что-то... В течение всего года вы этим занимаетесь? Или же это какие-то такие досуговые вещи в каникулярное время? У нас буртурный центр, поэтому мы в течение года круглый год, каждый месяц, каждую неделю. И у вас стабильные ребята, которые приходят в течение года? Да, конечно. Да, мы просто выходят... Ну, конечно, с большим периодом это сложнее происходит, потому что все разъезжаются. Вот, видите, у вас еще болит. Вот, а в течение года, то да. А как были вы в каникулы только этим занимаетесь, да? У нас еще акции проходят в городе, приводчики, какие-то там, например, день и дороги, там 1 сентября группа. Ирина, а вы? У нас проект «Солнечный двор», по-моему, я играю фуратором, но это... Ну, известный проект. Да, это на летний билет. А в общем, да. То есть, мы занимаемся анимацией, в качестве благотворительности, или, как бы, на взаимодействии с какими-то учреждениями, но в течение года. А у вас контингент постоянный, все время? Тоже по-разному. В самом деле, каникулы, опять-таки, кто соберется. Также у нас привлекаются классы, социальные классы, так скажем. Ну, коллекция. Да, классы коллекция, да. И, в принципе, просто ребята у нас опыт, да, в садике, в школе. А из классов коррекции дети приходят... Синтересованно, мы делаем, в принципе, на 31 лет. К ним туда выходят? Или в второе... Или в неурочное время, продленка? Да. Мы приглашаем в социальный дезинфер, и у нас в каждой измерения мероприятия, санитарей цены, там, по-моему, по-моему, да? Малые карьеры, да, конечно. Такие познавательные. Хорошо, здорово. Деньги у вас. У нас, если вы приезжаете в цеху говорить, то мы проводим вот познавательные игровые, вот такие развлекательные мероприятия для летних площадок. Вот, период летних канунок уже серьезных. И затем... Ну, вот организация тоже, услуга детей, что-то... Детние читальные залы, да. Там, ну, там какие-то подвижные игры. Читальные в зале? Ну, да, летние читальные залы. Ну, еще там, рядом с библиотекой. Там могут дети идти и отдохнуть. Да, поиграть, пересвать какие-то, спортивные тоже. Хорошо, а у вас? А, ну, я понимаю таки, что социальник, которая занималась, она всегда нужна как альтернативный отдых, если бы, чтобы получить детей сейчас отдыхать, вдруг как-то показать им, как можно отдыхать вместе, всем, ну, не дома, не по подъездам, как-то, чтобы негативные явления какие-то убрать, да? Также через все эти игровые программы все-таки нужно как-то их чему-то новому учить, давать какие-то новые знания, допустим, о культуре какой-то, может быть, о нашей русской. Не только знакомить с другими культурами, через игры. Вы это делаете, да? Да, у нас культурный центр, поэтому еженедельно также идут программы различные и развлекательные, и познавательные, и спортивные. Работаем со школами, с садиками. Просто есть ребята, которые у нас в школы, которые постоянно приходят, будьте взяты, которые, ну, ведь, вы просто деться некуда больше. Они их все время культурный центр. Ну, в том плане, что есть группы риска, какие-то неблагополучные семей. Ну, и слава богу, что они не сидят на подымалу, себя где-то на дворе, что и значит, они тянутся к какому-то развитию своему. И они к вам приходят? Они к нам приходят, да, ну, потом серьезно. Я вообще ничего не знала. Что такой магнит культурный существует для ребят? Ну, это обычно младшие школьники, ну, в принципе, кто был изначально с наших классов, они как-то на протяжении всего школьного года привод остаются у нас. То есть один раз притянувшись, они... Да, остаются. Ну, то есть все равно как-то привлекают их в соц. Здорово. У вас что это такое и зачем? Да, ну, вот социокультурная анимация, прежде всего, это вид работы, да, то есть это форма, одна из формы работы. Вот, если говорить про наши организации, Центр по охране окружающей среды, у нас немножечко более узконаправленная работа, то есть мы занимаемся тем, что воспитываем детям бережное отношение к окружающей среде. То есть, если, например, в культурных центрах, там, наверное, деятельность такая более разнообразная, то у нас самое главное это формирование космической культуры, бережного отношения к окружающей среде, там, заботу о животных, растениях, и так немножко получше, как мы делаем к логическому образованию и посещения. Ну, вот, поэтому у нас, может, нет такого разнообразия, вот, когда мы работаем, вот, включая социокультурную анимацию, поэтому мы пришли для себя что-то почешнуть, потому что у нас, повторюсь, да, что такого разнообразия нет, поэтому... Разнообразие тем, да? Все мероприятия, которые мы проводим, в которых мы принимаем участие, имеют одну узкую направленность, это экологические мероприятия, экологические присутствия, экологические мероприятия, да, у нас. Ну, это же на самом деле бесконечная тема. Конечно. Вы говорите о том, что она узкая? Нет, я имею в виду, что вообще вот одна тема, которую мы поддерживаем, то есть вот экологическая. Если вы ее так поколитесь, на самом деле, на самом деле имеют широкие понятия экология здоровья, экология образования и другие применения слова экология к различным сферам жизни человека. Да. Поэтому это экология сохранения, да? Хорошо. Ну, по крайней мере, может быть, вы увидите, что сегодня это слово, это будет здорово. Кто у нас еще не отвечал, а вы, как понимаете? Мы, да? Да. Мы согласны вот с девушками, которые из библиотеки, потому что мы тоже представляем библиотеку, а также для летних читальных залов. Летних читальных залов. Мы, в общем, барыбки организуем, такой центральной городской зеркалей, а они у себя... Понятно. А для вас социо-культурная анимация это что? Просто, извините, можно? Здравствуйте. Для вас эта анимация это что? Социо-культурная анимация. Зачем? Ну, покажи, ты сформировалась. Хорошо. Ладно. Обратите внимание, как по-разному мы понимаем, кто, чем мы сами планируем в проектах заниматься. Кто-то занять детей в прослуговое время, кто-то с определенной направленностью и перспективские задачи решать. Причем разные задачи перспективские, да? В области библиотеки, и клиника чтения, в области экологии. Ну, это здорово, потому что действительно социо-культурная анимация разноплановая, и то, что мы развиваемся в разных направлениях этой сферы, это тоже здорово, и, может быть, мы друг у друга сегодня что-то увидим, подсмотрим и сделаем свою работу более яркой. Вот другой вопрос. Понятно, что вы сейчас все по-разному понимаете, что это такое и зачем оно. и вам, и детям. Но кто это делает и как? Вот это другой вопрос. Опять же, давайте попробуем обсудить, а кто этим занимается у вас? И какие технологии, какие способы выполнения этой работы у вас прижились на сегодняшний момент? Я еще раз призываю вас не смущаться, а как раз и попробовать высказать разные точки зрения, чтобы услышать не только свою, но и чужую. Чужой опыт, чужое представление и попробовать переменять его на свою сферу. Ну вот, начну первой, чтобы Лена не смущалась, которая будет второй. Но у нас в свое время, как мы начинали эту работу, у нас этим занимались студенты. У них есть летняя практика в лагере, и перед тем, как отправить их туда, мы их в рамках предметов, в рамках просто свободного времени, в рамках специально организованных проектов отправляли работать во дворы к обычным детям, чтобы они могли найти детей, которые там будут играть. Это тоже проблема, потому что вовлечь ребенка в эту площадку это тоже непросто. И это кажется, ну давайте приведите мне детей, я с ними поиграю как-то. Ну здорово, молодец, но ты найдёте этих детей, это ведь тоже часть твоей работы. Тебя же не будут десантировать в кучу детей на парашюте, и ты там быстро начнешь что-то играть как-то. Нет, их нужно найти. И летом для детей тоже непросто. И мы студентов увлекали в эту работу, показывали, как можно найти, что можно сделать, и постепенно площадка наполнялась этими детьми разного возраста, с родителями, которые с удовольствием сдавали потом детей туда. И студенты у нас, да, они совмещали в рамках этих проектов полезное с приятным. Они действительно занимали детей и учили детей играть, потому что, ну вот на ситуацию 15-го года я уже не очень, не представляю, мы этим сейчас, эти проекты мы не реализуем, но на ситуацию 19-го и 19-го года дети просто не умели играть. Они просто не знали, чем заниматься, поэтому с палками такие, эй-эй-эй-эй, там по дворам, ну и чего? просто учили играть, и самое это интересное, что дети потом сами играют. То есть они уже без нашего желания собираются, играют, казаков-разбойников, прятки, во все другие простые человеческие игры, которые в нашем детстве были как норма, а сейчас их никто с ними особенно не знаком. Поэтому мы, когда вот вовлекали свою аудиторию для работы в проекте, мы понимали, зачем и как они будут работать. Они должны обладать специальными технологиями по работе с детьми разного возраста, они должны быть и педагогическими, и психологическими, и мы об этом и работаем. Вот каким образом вы это делаете? Кто у вас осуществляет эту деятельность? И какие технологии и способы они применяют? Может быть, вы попробуете? Вот кто у вас это делает, и какие технологии вы применяете? Как мы сделаем у нас? Вот организаторы, да, лонджеры, которые работают в сухую, на летние периоды времени, мы обычно берем работу аниматорами. Прямо, это должность аниматорами. Ну, иногда бывает, что у нас приходят студенты с практикой, и вот, мы тоже будем делать это. На летний период времени, зачастую, как бы, у нас уже есть работа на базе, то есть школьники, это детские сады, у нас есть определенные дни, то есть, допустим, каждую среду недели, то есть мы приходим там в школу, и здесь ходят на школьную площадку. И зачастую бывает так, что кто-то ходит на площадку, а некоторые дети не ходят, да. И услышать музыку, мы ее услышим, и в виде, когда играют у нее дети, дети просто, которые находят мимо, они просто ее усердуют, просто ее усердуют. И что приятно, что вы сказали, что сильно мы учим, и потом просто не допустим чаще этих детей, они говорят, а я знаю, а вы как-то, а вы меня включили в твой эфир? У меня есть. Какие технологии вы меняете? По технологиями играми понимают, что это, допустим, игры командные, да, то есть какие-то... Ну, зачастую, да, это чтобы участвовали все, как бы, массовые такие игры, то есть, чтобы, ну, вот такого, что я играю с одним ребенком, а остальное, это поставил. И спортивные тоже, допустим, это могут быть спортивные, в работе группы футболга, в работе группы футболга, организовывая, еще что-то назвать. Именно просто стандартные игры, разные собрались. Какие-то... Какие-то и уличные гуляния, да, где площадка, то есть идет на сцене, идет основное действие, да, и по периметру нашей площадки есть зоны, то есть, так бы, пришел, и взрослый человек, что-то мог для себя сделать, ну, какой-то мастер-класс, или зона, который может опять достойно, или там, футбол и так далее, да, и молодежь, которая тут может, То есть, вы берете разные игровые технологии, которые опытным путем проверяете, работает ли, не работает. Лена, а вы? У нас ежегодно проходит проект «Солнечный год», и до этого года у нас непосредственно проект проходила школа аниматора. Мы помнили в этом году, что это не очень эффективно, потому что дети у нас проходят школу аниматора, а аниматорами у нас становятся другие дети, которые нам прикрылись позже. В этом году я ищула, что на школу аниматоров будет одновременно вместе с «Солнечными морозами». «Солнечными морозами» и у нас существует уже обученные дети, и выходят они во дворы в качестве практики своей, для себя и у нас обучаются люди и ходят в обучении». То есть вы предлагаете три… У вас аниматорами работают дети, взрослые дети, несовершеннолетние, которые, ну, наверное, они тут устраиваются или для них это хороший вариант. И они параллельно у вас будут и обладевать определенными технологиями игровыми и работать с ними. Учимся и работаем параллельно. Хорошо. А в Каргоплика кто это делает? В Каргоплике у нас занимаются сотрудники центра и медикатии, потому что мы как бы инвентуруемые учреждения и скажем так, и это все проходит правильно для каких-то струкологов. Топически как и площадка, какое-то новующее действие, а потом уже все по площадке. Время общего есть командные подпусти, а потом вопрос постараться индивидуальными подпустиями, маленькими подпустиями, вместе с ними. То есть такие игровые, квадричные, информационные. Это для родителей. Как же и детей выражают велика. Атеры у нас бывают тоже сами. Я занимаюсь с подростками. Я осуществляю меня с помощью клуба. Там вот иструдные профессии, состоящие на учете разных сетях профессиональных и как у меня спортивно-туристический клуб и еще одно которое волонтерское движение тоже осуществляю. сетях и и сетях и сетях и это форма которую вы применяете? Клубы это форма в рамках анимационных таких проектов. Это клубы по интересам или это социомарные клубы которые вы привлекаете? Клубы по интересам. Хорошо. Естественно это уже интересный выход из ситуации. Еще кто-то работают дети работают привлеченные люди специально организованные специалисты революционного центра наверное имеющие специальное какое-то образование педагогическое образование а в библиотеках кто это делает? Библиотекари специально обученные библиотекари в кавычках специально обученные ну я и говорю библиотекари специально обученные Есть же фильм, известный, наверное, вам тоже, в библиотеках, которые со всего мира артефакты достают. Вот здесь у нас местные тоже могут всё, и в том числе. И какие технологии вы применяете? Расскажи. Наверное, тоже игровые, вот разные. Успешно? Массовые игры, да. Игры по станциям, например, кресты, игра, потому что такая форма есть. Кресты, интересно, Владимир, какие-то будут за занятия просто для площадки. Хорошо, ещё какие-то есть или другие варианты? Сколько у нас культурный центр, то непосредственно из культурного центра занимается досуговая отдела, то есть там режиссёры, культ-организаторы, у них там по плану стоит на летний период, мы сейчас летний период разбираем, или вообще летний период, то есть есть по каждому, по каждому, по каждому день, каждый день, пусть в один день, там настольный теннис, какой-то там стол у нас есть стоит, да, перед культурным центром, один там день они идут на детскую площадку в посёлке играют, то есть, ну, детская площадка не перед культурным центром, а в посёлке. Один день там, допустим,